Всех приветствую! Это канал Александр Плей Викинг Музыки. И сегодня мы поговорим с вами о том, как нам склеить наши ноты, склеить наши листочки. Дело в том, что сейчас технологии 21 века позволяют нам распечатывать ноты. И вообще сейчас в интернете можно найти абсолютно любые ноты. Раньше с этим были проблемы, но я это время не застал. Я уже сразу, когда учился в музыкальном училище, как правило, брал ноты в интернете. Как правило, все это в интернете было. В редких случаях в том же интернете можно было попросить у каких-то людей, чтобы на e-mail послали мне какие-то уникальные уж совсем ноты. И сейчас все люди, значит, используют листочки. Листочки. Вообще, как мы играем по нотам? Вот смотрите. Мы, значит, берем пюпитр. Все это знают. Это видео, этот лайфхак, как же нам склеить ноты в книжечку, он будет полезен как начинающим, любителям, так и профессионалам тоже. Потому что до меня лично не сразу доперло, что можно вот таким образом склеить ноты. Как только я не мучился с этими листочками, с этими листочками, чего только я не изобретал, чего только я не придумывал. Да, и сейчас я уже нашел, так сказать, свою золотую книжечку, золотое свое склеивание великое мне подсказали. И я его уже до ума окончательно довел. Ну да ладно. Вот, значит, мы ставим пюпитр, ставим пюпитр. Кто в училище музыкальном учится, ну или даже в музыкальной школе, те, конечно, баянисты, аккордеонисты, так сказать, знают, что ноты можно ставить на фортепиано. И действительно, в училище, когда, например, я учился, я ставил ноты на фортепиано. То есть там пюпитр передо мной не стояло. Мы, как правило, даже с преподавателем всегда занимались, что вот у фортепиано сидим, и на нем даже можно, если что, там что-то поиграть. Но дома, если вы занимаетесь, конечно, у вас, как правило, вот просто пюпитр. Пюпитр – это называется вот такая вот стойка для нот. Она имеет разные названия. Она может называться пульт, может называться пюпитр, может называться, не знаю, как подставка для нот, стойка для нот. В общем, как вашей душе угодно, я называю пюпитр. Итак, раньше, ну, люди, допустим, играли вот по каким-то нотам, по каким-то, допустим, книжечкам. Вот ставили прямо книжку. Кстати, интересная книжечка, у меня есть лирические песни. Помните видео, где я маленький играю на баяне? Самое последнее видео, где я играю на баяне «Мечта». И я играл импровизацию, как я услышал в «Мире животных» вот оркестр Поль Мария Жаворонок. Так вот, я когда пришел покупать этот баян «Мечта», то продавцу, так сказать, понравилось, как я играю. Я ему уже тогда даже вальс Пушинка играл, я уже сто лет его играю. Ну, я тогда только начинал, но все равно уже получалось. Ему так понравилось. Он говорит, выбирай вот любые ноты, я тебе даже подарю. Я вот выбрал лирические песни. Помню, этот человек, который мне продал баян «Мечта», мечтал, мечтал сыграть те или иные пьесы. Конечно, сейчас бы я ему подсказал. Тогда я еще и сам не знал, как нам что играть. Конечно, сейчас, если бы меня спросили, я бы ему подсказал. Он, скорее всего, просто верил конкретно, вот как написано, а бывает, что написано неудобно. Ну, да ладно. Соскучился я, конечно, по подписчикам. Вы уж меня извините, если я буду сегодня долго говорить не в тему. Мы с вами, так сказать, сегодня беседуем. Сегодня беседуем. Дело в том, что я же вышел с больничного, насколько вы знаете. Соскучился очень по работе. Там миллион народных песен нужно аккомпанировать, учить маленьких баянистов. Вот. Это все, конечно, прекрасно. Прекрасно соскучился я по всем этим песням, по всем этим харам. И вот сегодня, например, я ушел к 10 утра, а пришел только в 8 вечера. Вот и вопрос тогда, а как еще снимать дополнительно видеоуроки? Ну, так, конечно, не каждый день бывает, но в последнее время нагрузки стало больше. Нагрузки стало больше. А когда я только начинал вести этот канал, почему я снимал там каждый день по 2-3 видео, грубо говоря? Ну, бывало такое. Я вот поначалу особенно прям втопил так жестко. Потому что у меня тогда был период, когда я закончил музыкальное училище, и еще было время, прежде чем приступать к работе в музыкальной школе. Ну, я так выбрал. Почему-то я, ну, сразу же предполагал, что я когда закончу училище, я хочу пойти просто в музыкальную школу. Вот. И посетила меня идея создать канал. Я, может быть, в отдельном видео расскажу, как меня посетила эта идея, вообще, почему я решил создать свой канал. Сегодня про это говорить не буду, время тратить не буду. Ну, так вот. И там я выкладывал часто. Сейчас тоже в свободное время, конечно, я постараюсь выкладывать видео. Не зря, так сказать, вот микрофон. Я недавно, значит, купил. Посмотрите, кто еще не смотрел видео, как я распаковываю этот микрофон. Вот я в него сейчас говорю. Должно быть студийное качество мирового уровня. Я еще хочу попробовать эффект шумоподавления. Если кто внимательный, в том видео, где я тестировал микрофон, когда мы слушали тишину, если вы сделаете звук по полной, по полной программе, в наушниках, например, допустим, послушаете, вы услышите все равно там такой шумок, такой гул небольшой от системного блока. Там вентиляторы, кулеры там крутятся у видеокарты, которые системник охлаждает. Вот это все крутится, там вертится. Работа идет, так сказать. Гениальное устройство компьютер. Это вообще шедевральное устройство. Люблю компьютер. Но баян люблю еще больше, еще больше люблю баян. Дело в том, что я с компьютером-то я вообще с самого детства, с самого рождения, можно сказать. А вот с баяном-то я лет, значит, с 14-15. Ну, можете посмотреть видео. Мои первые, как я учился играть на баяне. И вот смотрю в этот компьютер и вижу там вот эти синусоиды. Синусоиды уже там бесятся, бесятся. Особенно, когда громко говорю, они еще сильнее беситься начинают. Хочу, значит, я попробовать шумоподавление сделать. И тогда я уже пробовал, тестировал, получается. И тогда вот этого небольшого шума от компьютера, его вообще не будет слышно. Может быть, я даже фоном пущу какую-то музыку, которую можно включать. В Ютубе есть специальная, вот кто занимается этим, ну, вы, наверное, и так знаете. Просто так вы музыку чужую не имеете права использовать. Вам за это от Ютуба, естественно, попадет. Это запрещено, авторские права. Но в Ютубе есть специальная фонотека, где есть музыка, которую можно использовать у вас в видео. И когда вы видите, если у меня в видео какая-то такая фоновая музыка присутствует. Ну, я вот пробовал экспериментальные рубрики сказки для викингов, там анекдотики, анекдотики. Кому-то, может, странно показалось. Ну, да ладно, бог с ним. Так вот, там музыка это из фонотеки. То есть я выбирал именно из этой фонотеки. И поэтому, кто создает свои каналы, имейте в виду только из этой фонотеки выбирать. Вот, с авторскими правами в Ютубе, так сказать, все строго. Ну, вот, значит, шумоподавление попробую сделать, посмотрим, что получится. Это, в принципе, заметит не каждый, но я уж так, я перфекционист. Я хочу добиться, чтобы прям идеально все было. Вот, лирические песни, значит. И раньше как играли? Просто ставили такой сборник. Никакие листочки, никакие листочки раньше преподаватели вообще не могли даже себе представить такое. Мне даже один из моих первых преподавателей, он мне даже сказал, что, Саша, если бы я пришел к своему преподавателю с этими листочками, которые бы посыпались сразу, он бы меня отправил бы сразу бы из класса с этими листочками. О, как! То есть, раньше не любили эти листочки. Раньше я даже, когда в училище учился, если приносил листочки, я их раньше не знал, как склеить. Бывало тоже, принесу, этот цирк начинается, все сыпется. Или, допустим, в фортепиано я креплю листочки в фортепиано. Вот крышка у фортепиано, а я туда засовываю. Раз, засуну листочек, еще засуну, еще засуну. И такая, такая выставка листочков. У меня преподаватель заходит, там листочков 10-20 вот так вот у меня на фортепиано прикреплено. И еще вот внизу, где клавиатура, крышка закрыта, и еще листочков 10. То есть, целое произведение большое я играю, вот по нотам учу. И я вот так выложил, он говорит, о, Александр, выставка достижений народного хозяйства. Поэтому, поэтому я уже стал задумываться, как же их скрепить-то, эти листочки. Вот, а раньше играли вот так по книжечкам. Это, конечно, не совсем удобно. Во-первых, книжечка маленькая. Во-вторых, вот сыграл я один листочек, кто мне переворачивать будет? Если бы человек бы сидел какой-то, и мне бы каждый раз переворачивал, или я бы телекинезом бы обладал, тогда да. А так что получается? Я сыграю вот этот листочек? Я что, должен остановиться и перевернуть? Ну, я пробовал, конечно, спрашивать у преподавателей старой закалки. Они говорят, а просто тупо наизусть выучил листочек и дальше учи. Никто, так сказать, но это память надо, память хорошую, конечно, иметь. Ну, да ладно, сейчас, если бы мне нужно было вот какую-нибудь песенку, вот эту, например, выучить. Вот она вот так написана, и вот так написана. И что, я туда-сюда буду и лозить эти листочки? Нет, конечно. Я возьму, отксерокопирую один листочек, отксерокопирую другой. В идеале вообще я возьму и напишу на Сибелиусе сам себе ноты, исправлю, если тут какие-то опечатки. Ну, речь сейчас не об этом. Речь сейчас не об этом. Вот, сделаю я эти два листочка и скреплю эти два листочка, вот как я вам сейчас покажу. То есть, вот такие книжки, это очень хорошо, но уже сейчас это не так может быть практично. Сейчас вообще молодые, так сказать, ребята планшеты даже ставят. Но планшет тоже, как бы, не совсем. Ну, конечно, если кому надо много именно по нотам играть, конечно, они могут и с планшетом. Ну, либо переворачивать. Ну, пианисту, понимаете, пианисту удобнее перевернуть. Я же, например, играюсь на фортепиано, раз перевернул, допустим, левой рукой или правой. Скорее всего, левой бы я перевернул, я левша. А на баяне я же не вытащу левую руку-то. Нам немножко сложнее в этом плане. Бывают еще сборники более широкого, так сказать, формата. Вот, например, прекрасный сборник Борис Тихонов, избранные пьесы для баяна. У меня даже можно сказать, что с этого сборника началось знакомство мое с баяном. Да, я сразу играл вот такие пьесы именно уже для профессионалов. Мелких пьес я почти что не играл. Я их играл, я даже там свои импровизации уже сразу вставлял. Сразу начал с таких вот более сложных. Вот, тут вот этот и вальс Пушинка, мой любимый, так сказать. Ну как любимый, уже я сто лет его играю. Вот я сыграл его, вот есть у меня запись неконцертная, где все-таки волнение и темп не такой быстрый, не такие эмоции. А вот где я кривляюсь, где я кривляюсь. Вот эта вот запись мне, вот она мне нравится. На этом баяне, на котором я там играл, на нем далеко не все клавиши отвечают сразу. И я когда слушаю, мне это не нравится, понимаете? То есть вы не подумайте, что я вот так сыграл и для меня это идеал. Если бы он нормальный был баян, может там бы и получилось бы идеально. Пока что еще, вот когда будет у меня нормальный инструмент, мы будем там уже с вами добиваться уже идеальных каких-то исполнений. Студийных, так сказать, в студийный микрофон. А то, что вот на том баяне, я постарался, мне понравилось, как я сыграл, понравилось. Но сам баян, он уже не позволяет это передать, потому что нотки, они вылетают из-за того, что там не сразу голоса отвечают. Ну, то есть инструмент, он не приспособлен для того, чтобы идеально точно на нем, вот через пальцы, передавать то, как ты хочешь сыграть. Хоть, хоть убейся там, хоть убейся. Понимаете? Поэтому, ну, я не думаю, что это все прямо мои подписчики это слышат. Но я это слышу. Я это слышу. Это не значит, что ноты неправильные какие-то. Нет, это мельчайший, мельчайший, мельчайший штрих. Вот этот вот скляровский штрих можно добиться только на хорошей клавиатуре, на хорошем инструменте. Понимаете? И, конечно, нужно руки хорошие тоже иметь, смотря еще какой нотный текст. Ой, сейчас я, если начну говорить, ну, соскучился по подписчикам. Уже у меня какая-то мания даже, мания даже какая-то, ну, не мания, а какое-то навязчивое желание такое есть, что надо бы снять видео, надо бы видосик запилить. Понимаете, да, мои господа? Как-то уже поначалу я думал, вот когда начал только видео снимать, я думал, что говорить, как говорить, кому вообще говорить. А сейчас меня посади, я могу говорить достаточно долго, достаточно долго. Так вот, по таким, значит, сборникам играли. Здесь, конечно, больше нот помещается, более большой формат. Есть и такие старинные сборники, прям огромные. Там на один лист, там, наверное, большое произведение, на два листа еще больше, чем этот. Ну, можно и так, конечно. Но вот та же пушинка, та же пушинка. Вот много она страничек занимает. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Как? Как это все переворачивать? Только если человек вам будет, но это, естественно, так не получится. Естественно, если вы будете по этому сборнику учить вальс, то вам нужно многофункциональное устройство, принтер, сканер, копир иметь дома. Вы же не будете каждый раз ходить и где-то ксерокопировать. Нужно музыканту всегда, конечно, любому иметь у себя дома. То есть многофункциональное устройство одновременно. И принтер, и сканер, и копир. И вы просто ксерокопируете с таких вот сборников, а дальше скрепляете, как я вам сейчас буду показывать. Уже вот они, уже вот они, ноженки уже приготовлены. Уже другие прибамбасы. Ну, сейчас дойдем мы до этого дела. То есть, естественно, ксерокопировать. А это пусть хранится. Это пусть хранится. Это сейчас и в интернете есть. Этот сборник есть в интернете. Пожалуйста, сейчас возможности безграничны. Здесь, кстати, есть опечатки. Причем в некоторых произведениях их достаточно много. Поэтому я опять-таки повторюсь. Может быть, уже я сто раз про это говорил. Если вы любитель, ну не берите вы ноты, которые непонятно откуда, если вы еще сами не можете понять, правильно там или неправильно, как это вообще играть. Я создал канал вам, так сказать, от всего сердца, Путь Викинга, вот всякие уроки. Там я все объясняю, все проверяю. Там нет ошибок. Я это все досконально проверяю. Если где-то я вдруг ошибаюсь, я таким желтым шрифтом пишу на весь экран у себя, на лице накладываю. Допустим, я сказал нота соль, а там надо ми, а там прям появится у меня. Изучайте то, что я вам уже сделал, так сказать. И, естественно, буду продолжать это все делать. И когда вы поваритесь вот в этой атмосфере серьезного обучения, так сказать, с преподавателем, пусть и по видео, пусть и не вживую, вы поймете, как нужно относиться к нотам, как нужно относиться к деталям, какие могут быть там опечатки в нотах, как правильно штрихи расставить, как вообще все это делать. И тогда уже, тогда уже вы сможете вот Борис Тихонов в избранные пьесы играть. Тогда уже, когда получите хоть какие-то базовые навыки. Я сам сначала, когда разбирал вот ту же пушинку, я же не знал, как, какой аппликатурой лучше сыграть. Вот как получилось, так я и разобрал. И потом в будущем, какие-то, допустим, огрехи исправлять, особенно в аппликатуре, в движениях, это очень сложно, потому что вы произведение заболтаете, и вам уже ничего с ним не сделать. Вам проще будет новое выучить, чем старое вот это заболтанное, сверхсложное, которое вам не по сложности, чем его вот потом как-то распутывать. Это уж лет через 10, не знаю, вы его забудете, потом заново восстановите и уже с другой аппликатурой. Но ничего страшного, в пушинке особо ничего страшного такого не было. Нормально, но я не скажу, что ее прям суперудобно играть. Вот сейчас, когда я новое произведение учу, а я сейчас учу новое произведение. Я, так сказать, буду всеми силами стараться, чтобы я постоянно что-то новое учил. Там уже я делаю аппликатуру, уже нормальную, здравую, мне играть его как бы легко. То есть, я уже не пытаюсь прыгать, так сказать, через себя, какие-то нелепые аппликатуры, нелепые какие-то движения, стараюсь все идеально, чтобы было все просто, все гениально и просто, нужно вот к этому стремиться, понимаете, товарищи? Так вот, все, значит, идет к тому, что у музыканта-баяниста сейчас листочки, листочки в работе, листочки в работе. И вот берет музыкант-баянист такие листочки, вот, допустим, карусель, карусель, вы ее все обожаете, любите, я тоже в свое время любил, играл. Обработка шахнова, значит, карусель. Вот у вас есть эти листочки, вот вы ставите эти листочки, ставите эти листочки, поставили вот два листочка, они у вас не скреплены, начинаете играть, ой, ой, и все! Вот вы ставите, и все! Вот у вас что получится, понимаете, товарищи? Вот к чему эти все листочки-то приведут. А что делать? Что делать? Как из этого моря листочков сделать универсальную книжку, универсальную книжку, которую можно использовать вообще абсолютно по-разному, и хоть по сколько страничек себе выставить, понимаете? Я вам сейчас покажу такой фишкалик, такой фишкалик музыкальный, что вы просто будете в шоке, вы просто будете в шоке, вы сможете эту книжку использовать не просто что по две страницы, а хоть по сколько страниц можно использовать. Ну, вы просто не представляете, сейчас мы с вами это изучим. Итак, поехали! Как же нам вот эту карусельку склеить в многофункциональную, инновационную книжку по методу Александра Плея? Итак, для этого нам понадобится, нам понадобятся ноты, ноты, ножницы, ножницы, острейшие, страшнейшие ножницы-вампиры, о как, ножницы-вампиры. И дальше нам понадобится скотч, скотч не толстый, вот где-то вот такой вот, вот шириной спалец, спалец, такой вот скотч, ну у меня вот такой вот есть скотч, такой, пожалуйста, какой хотите, какой хотите скотч. Значит, дальше, что мы делаем? вот у нас лежат листочки по порядку, все по порядку, все по порядку. Берем первый, первый листочек берем, и второй. Эти пока откладываем. Показываю, значит, берем первые два листочка, первые два листочка, вот первый, вот второй, располагаем их рядом. не как-то вот не так, не так, просто вот как вы их видите, как они должны быть, вот рядом их располагаете. Так, кладете на стол. Кладете на стол и совмещаете, чтобы они у вас идеально точно совместились, эти листочки. Дальше начинается цирк. Дальше начинается цирк. Берем скотч и начинаем вот так вот искать, искать, где же у него конец-то у этого скотча. Понимаете? Вот так вот шерудите, шерудите ноготком и ищите конец. О, какой цирк начинается, товарищи. Да, это просто бомба. Я не знаю, как с этим бороться. Я могу полчаса вот так вот сидеть и искать, искать, где же начало у этого скотча, а потом окажется, что он кончился. Может быть сейчас есть и какие-то супер-мега-инновационные скотчи, которые вот сразу просто проведешь и все. Не знаю, пока я до этого еще не дошел. Еще пока не дошел. Я пока ноготком, ноготком ищу. Ой, это цирк начнется. Сейчас, наверное, видео надо будет на паузу поставить. Ищу. И самое то, что интересно, когда найду, склею две странички, потом опять потеряется скотч. Опять скотч потеряется. Это просто... Это просто невероятное что-то. Это самая сложная задача. Вот сложнее не карусель выучить на баяне, а найти, где начало скача вот этого скотча. Скотча. Есть баянист такой, коч, или скотч. Нет, коч. Приезжал в училище, значит, Чайковского, где я учился, в музыкальном училище Чайковского. О! Я был на его выступлении. Интересный баянист. Интересно. И к нам, кстати, Скляров Александр приезжал. Я его вживую видел. О как! К сожалению, не видел я Рихтера. Это для меня печаль. Печаль. Но я родился в 91-м, а он умер, по-моему, в 97-м, что ли. То есть, я как бы все равно с ним в одно время-то жил, но я тогда был маленький, я еще не понимал, что это за фигура, что это за персонаж-то такой. А потом одно время я фанател по Рихтеру. Фанател я по Рихтеру, и значит, жаль, что я его не увидел. А вот Склярова, который, как и Рихтер по уровню, но только баянист, вы имеете в виду, кто бы что ни говорил, все равно настоящий действительно баянист. Из всех вот так вот, скажем так, ну, хороший самый баянист, это все-таки Скляров, на мой взгляд. Может быть, не всем это нравится, такое утверждение. Может быть, кто-то считает, что есть и миллиард раз лучше баянисты, но я вот так не считаю. Я вот так не считаю. Действительно, гении уходящей эпохи, Рихтер, Скляров и так далее, и так далее, они ничего не делали специально, они были по-настоящему гениями, трудолюбивыми, на которых можно равняться. Я всегда смотрю их выступления, их биографии, их там еще что-нибудь, и всегда на них пытаюсь равняться, равняться. Вот на них я пытаюсь равняться, а вот листочек равняться не хочет. Нужно, чтобы листочек был ровно. То есть, я вот сейчас так отклеиваю скотч, отклеиваю скотч, и нужно начало, вот сюда, в начало точно попасть. Ой, сейчас цирк начнется такой. В начало нужно попасть, и в это начало чуть-чуть на стол даже приклеить. И вот так совместить листочки. Оп, все, и зажать уже. И когда вы уже зажали, вы уже ведете, раз, опа, и все, и схватился. И эти два листочка схватились. Далее, обрезаем кончик, обрезаем кончик, и смотрим, чтобы у нас скотч не потерялся. Если вы его потеряете, вы опять сто лет будете его искать. Можно даже чуть-чуть его надорвать. Ну, в смысле, не надорвать, а чуть-чуть его раскрыть, и вот, чтобы он был такой вот открытый. Дальше отклеиваем начало. У нас вот такая картина перед нами. И вот эту верхнюю часть вот сюда заклеиваем. Я это все на автомате делаю. Это я сейчас просто немножко дурачусь перед вами и показываю все подробно. надеюсь, так сказать, подписчиков повеселю этим действием. Я такой вот шоумен, шоумен своего рода. Вот, значит, склеили мы два листочка. У нас получилось вот уже наподобие книженции. Итак, смотрите, если у вас произведение на два листочка, то вам уже все, этого вам будет достаточно. вы ставите значит пюпитр, ставите эти два листочка и никуда они уже у вас не денутся. На пюпитре есть всегда на таких стандартах вот такие вот штучки. Вы можете их разогнуть. Приобретите себе пюпитр. Никогда не играйте вот когда ноты вот так на столе, вы сидите и вот так вот что-то вниз там смотрите. Нет. Ноты должны располагаться на уровне ваших глаз. То есть, если я вот так сижу за столом, занимаюсь на баяне, ноты должны быть вот так. Лайфхак от моего друга подписчика. Не буду говорить от кого, он мне подсказал. Я бы до такого не додумался. Если занимаетесь за столом, то вы можете подставку для книг подставку для книг вот так поставить и это будет у вас вот ну более-менее. Ну правда и то не совсем на уровне глаз. Тут повыше. Видите с пюпитр он повыше. Но такой лайфхак интересный. Я даже побежал сразу за подставкой для книг из училища когда выходил. Там магазин рядом книжный есть. Я все там мечтаю какой-нибудь пазл себе купить. Было бы свободное время. Люблю пазлы собирать. Пазлы. Не, я серьезно говорю. Я такой немножко чудной такой человек чудной немножко. Люблю вот такие забавы всякие. Может быть немножко наивные. Пазлы собирать правда интересно. А что? Короче, если у вас на две страницы произведения вот все вы поставили. Можете вот этими штучками закрепить. Они же могут вот так еще быть. понимаете? Все так закрепляете и все оно у вас уже никуда не улетит. Вот все я его закрепил оно уже никуда не денется. Хоть там землетрясение начнется а вы будете играть на баяне. О как все вот гениальное решение. Гениальное решение. Ладно показываю дальше. У нас естественно карусель не на две странички иначе мы ее уже наверное в путь викинга включили. Так у нас она не на две странички. Вот теперь смотрите очень внимательно смотрите что делать дальше куда нам цеплять следующие листочки. Вот у нас есть два листочка дальше берем третий его нужно не куда-то там сюда сюда сколько вариантов есть можно сюда 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 но правильный будет вот сюда да вот такая вот математика вот такая вот комбинаторика и так вот сюда аналогичным образом будем приделывать следующий листочек есть еще товарищи вот мои одногруппники в училище которые проклеивают не полностью вот так оба листочка а сверху чуть-чуть снизу чуть-чуть хороший способ я не против но в принципе если уж вам так скотч жалко но если скотч не жалко если скотч есть лучше проклеить полностью а будет и удобнее как-то стоять и не оторвется а то так раз и все и оторвутся ваши вот эти вот чуть-чуть ваши наметочки но конечно зато вам легко их отклеить если надо а тут уже вам не отпилить это все уже никак ну ножницами можно разрез итак ну что давайте приклеим третий листочек давайте приклеим третий листочек кладем значит опять так вот такое действие делаем вот листы вот непрямые неудобно ну да ладно нацеливаемся значит нацеливаемся на стол чуть-чуть приклеиваем совмещаем совмещаем тянем и добиваем добиваем нашу жертву нашу нотную жертву наше произведение добиваем и раз и все и скотч опять-таки оставляем чтобы он было видно где начало эту часть отклеиваем от стола ну или где вы там клеите не знаю конечно должна быть такая поверхность чтобы у вас скотч от него мог отклеиваться то есть ни на бумаге там ни на ватмане эту часть загибаем и эту часть тоже тоже загибаем и остался и последний листочек последний листочек так и надеюсь я правильно скрыт последний листочек остался его мы таким же образом ой все цирк начался чуть не потерял его значит таким же образом мы с вами приклеиваем этот последний листочек все я уже тороплюсь но ничего страшно даже если поторопитесь даже если у вас немножко зазорчики будут между носками это ничего страшного то есть если вот здесь даже небольшие зазорчики ничего страшного уже пора научить научиться учить быстро по нотам и не мучиться все вот смотрите сейчас сейчас показываю основную фишку этого метода я надеюсь в студийный микрофон слышно как да ладно юмор юмор и так вот значит 4 листочка 4 листочка что дальше с ними делать как свернуть в нашу универсальную книжку смотрите берем конец 2 листочка вот так загибаем и чтобы 2 совместился вот так лицом к лицу с первым опана и оставшийся закрываем все у нас получилось наша книженция универсальная смотрите в начале белая тут можно написать значит карусель обработка шахнова можете ручкой написать я бывало так писал училище ну можно на это время не тратить открываете у вас два листочка два листочка все правильно переворачиваю вот вот первый вот второй переворачиваете третий четвертый все правильно закрываете тут бы мог еще бы один дубить если бы мы его приклеили еще дальше он бы вот здесь бы оказался сейчас покажу на большой разверточке вот универсальная книжка чем значит она универсальная ну понятное дело вы можете уже теперь спокойно по два листочка играть они у вас никуда не распадаются можете переворачивать но чем она универсальная то эта книжка смотрите друзья мои смотрите друзья мои значит произведение у нас на четыре страницы если вам надо только одну страницу поставить ну такое редко бывает пожалуйста сворачивайте вот вам только первая универсальность можно хоть сколько страниц поставить если вам надо две берете ставить а 2 если вам надо три страницы научите вы вот такой кусочек вам надо именно три чтобы четвертая вам не мешалась вы можете загнуть ее и поставить три страницы вот она будет три страницы понимаете и на пюпитр как раз удобно влазит вот у вас три страницы есть допустим эту часть учите а ту пока не учите вот и сидите играете потом выучили бы все произведение некому вам листать берете всю всю разверточку делайте все четыре страницы раз все отлично ну можно вот этими нижними подкрепить вот так и все я вас уверяю у вас никуда ничего не упадет если вы так не будете склеивать у вас все сразу падать начнет вот я немножко буквально снизу подкрепил я могу трясти пюпитр могу трясти могу не знаю в поезде так играть можно на каком-нибудь теплоходе на катере вот трясется пюпитр трясется землетрясения а ноты то не падают ноты то не падают и вы сидите и спокойно играете вот оно вот оно чудо техники посмотрите дамы и господа чудо техники вот она эта универсальная книжка хоть по одному листочку хоть по 2 хоть по 3 хоть по 4 хоть по 4 во гениально она даже не падает я думал наше с упадет она даже не падает она стоит и не падает эта конструкция теперь показываю на примере большого произведения вот я сейчас учу не будут секреты раскрывать чаще сучу вот она какая окону александр play сколько учит смотри ой 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 смотрите смотрите товарищи какие чудеса тут творятся во сколько листов о сколько расклеил раз два три 4 5 6 7 8 9 листов и это еще не предел в консерваториях училищах мы постолько учили люди бывало даже вот тот же баянист коч скотч так сказать коч который к нам приезжал он говорил что он себе берет вот так вот вот эти вот ноты берет так на стол на стол кладет на длинный и на кресле это на стуле катится и играет вот так миллионы страниц вот какие чудеса творятся дамы и господа посмотрите посмотрите мир музыки мир викинга александра плея я надеюсь я помог вам помог вам разобраться как склеить ноты в книжку эту книжку тоже можно хоть всю поставить если вы там несколько пюпитров сделайте можете вот так сидеть играть хоть в два листочка сделать хоть в три хоть в сколько вы можете все это сделать и легко она сворачивается в книжку вот попробуйте вот я легко сворачиваю сразу же в книжку где все все будет по порядку как только я не мучился я и степлером это все скреплял все универсальная книжечка пожалуйста листа играй ставь поскольку угодно нот хоть все сразу бывает в консерваториях пианист допустим берет раз раскладывает такую гармошку ставит это нормальный способ самый профессиональный самый крутой способ как только я не мучился и и степлером я скреплял эти ноты но и так получалось скреплять что только вот можно было по две а как больше уже их надо расцеплять здесь же проблем никаких нет проблем никаких нет с вами был викинг музыки александр play подписывайтесь на канал ставьте большие пальцы вверх всем пока